по коридорам отеля Schloss воскресное утро вот такие статуи сверху здание 1870 года здание отеля Schloss с заднего двора он выходит прям на побережье Балтийского моря вот в этой купальне соответственно 1870 года немцы купались сегодня при отеле сделали спа там хамам сауна бассейник джакузи и подземный переход вот в этот павильон где имеется маленький бассейн круговой форме там тоже есть джакузи но в целом сказать соотношение цены и качества пока мы идем к берегу моря соотношение цены и качества данного отеля мы все-таки находимся в поселке городского типа который называется янтарный и 5 звезд для этого отеля это действительно шикарно когда-то мы сможем снова летать в Венгрию и тогда туристы могут там дешевле намного дешевле отдохнуть намного качественнее расслабиться в термальных купальнях вот ну в общем ну цены действительно запредельные и вот как бы все делается с таким шиком с русским шиком или российским не русским шиком вот и в целом на самом деле не совсем это соответствует но вот буквально там 200 метров и мы уже находимся на побережье Балтийского моря на самом деле вот это вот аллея подсвечивается вечером лампочками очень так очень очень феерично данный пляж самый чистый считается в России практически самый западный за исключением Балтийска но он самый чистый у этого пляжа синий флаг здесь можно видеть на пляже различные кафешки здесь на самом деле инфраструктура очень круто развита я сам был в шоке то есть как бы ну вот здесь очень круто знаете чего здесь не хватает возможно именно таких домиков на побережье чтобы туристы бы сюда еще гнали здесь короче куча всяких фастфудов всяких кафешек также здесь есть школа виндсерфинга можно арендовать сад но об этом как таковой большой рекламы нет как это допустим свойственно там португалии думаю штатах там реклама уже на подъезде к самому поселку была бы уже на больших плакатах установлено а поселок вот янтарного типа вы скажете а еще он такой вот такой европе зированный блин ну конечно европе зировали надо это слово вообще вычеркивать из русского языка цивилизованный так сказать вообще вот дорожки такие классные на самом деле даже те же вот скамеечки урна они не совсем не на европейский манер но выглядят очень цивилизованно очень круто латерны такие типичные русский манер поселок янтарный как вы понимаете живет своей жизнью за счет добычи янтаря здесь находится самый огромный карьер по добыче янтаря как я пришел о том что из данного региона надо делать магнит для российских туристов которые прям тают по европе ну конечно сервис надо развивать это все надо улучшать много можно встретить названий которые на английском языке вот допустим данное кафе вообще риттербург называется центре калининграда кафе гроссман называется или музей altes house ленинград если поездить походить очень много англоязычных вывесок встретите ресторан бакер гостиница гостиничный комплекс байкер да вот соответственно вы приезжаете янтарный задаете с вопросом а как так почему бэкер вот а потому что морис бэкер основал здесь городишко и в том числе построил церковь вот эта церковь раньше называлась церковь мориса бэкера оси сегодня это православный храм иконы божией матери приятный дворик также имеется магазин где можно купить иконки сувениры зонтаря и вот это шикарная мозаика в виде икон смотрите старая архитектура сделана из камней очень просто такие не обтесанные камни даже петербурге здание из гранита они имеют совершенно другой облик которые сделаны наподобие этого более конечно презентабельный то есть но здесь как-то это вот такое ощущение обще создается что это сделано такой простой манере но с изыском то есть с каким-то своим особым изяществом и эта церковь до осталось сохранилась сегодня это русская православная церковь калининградской епархии храм в честь иконы казанской божьей матери подвигаем первым камень был заложен 8 сентября 1887 год памятник архитектуры регионального значения вот такие таблички имеются на памятниках это просто изумительное место она я не знаю в него влюбился когда первый раз увидел его зимой я в него влюбился и захотел сюда вернуться замечательно советую приезжать провинциальный колорит представлен в виде деревянных скульптур они забавные на самом деле в новочебоксарске даже скульптуры не такие забавные и веселые как эти эти ну как бы есть ощущение самом деле если вы съездите в тот же советск который находится на границе с литвой то там конечно дела чуть-чуть похуже чем здесь здесь все-таки за счет янтаря город процветает кругом имеются такие стилизованные велосипедные стоянки также имеются различные карты смотрите они даже вот сделаны немножко конечно грубовато но сделаны с так называемой любовью к природе штанга привязана к деревьям с помощью веревок плане цен цены немного конечно здесь завышены да ну как бы типа далеко от калининграда у калининграда вообще своя особенность калининградской области своей особенность тем что она отрезана от россии в плане политических взглядов людей я чуть позе вам расскажу до ресторана янтарная легенда открылся недавно по ценнику здесь конечно дешевле чем в старании шлосса примерно в полтора раза дешевле но порции поменьше может быть даже некоторые блюда и в два раза дешевле станция данного ресторана заявил что это ресторан музей магазин и как он сказал может мне продать некоторые какие-то изделия из янтаря за какие-то баснословные суммы абажур для ламп он оценил по моему где-то в 10 тысяч долларов можно через стекло будет виден этот абажур и вот эта архитектура она на самом деле очень сильно отличается от российской человек сидящих по-другому ощущает и это надо развивать вот алиханов сказал что да мы будем строить аквапарк на кстати алиханов самый молодой губернатор россии регион молодой 75 лет и поэтому губернатор тоже нужен молодой читал некоторые интервью с алихановым допустим он утверждает что допустим аквапарк они не могут определиться где его строить он считает что глава там администрации светлогорска либо зеленоградска должны себя показать понятное дело что светлогорска зеленоградск это наиболее такие туристические места полки по поводу аквапарка давно ходят на самом деле аквапарки есть не такие громадные как в европе люди которые здесь живут насколько я с ними общался они совершенно воспринимают себя отрезанными от россии они говорят ну поеду в россию что значит поеду в россии если они в россии вот поэтому ну как бы немножко странно для меня как это вообще может быть тем не менее они поедут в россию и вот для того чтобы этим людям дать почувствовать что они в россии ну вот наверное также надо какие-то делать какие-то здоровые зоны отдыха которые будут связывать и прививать этим людям общность с россией в плане того что там в этих зонах будет там зона отдыха краснодарского края или зона отдыха там санкт-петербург зона отдыха там москва и то есть какие-то достопримечательности из этих регионов понимаете да то есть какие-то свои растения там ну это крытый крытая зона отдыха большой площадью придумать какие-то термальные ванны я не знаю там термо термальные купальни вообще будет шикарно сюда будет еще больше зимой приезжать поэтому я считаю что у региона большой потенциал и тем самым можно вот жителей с востока россии привлекать в калининград и давать им почувствовать европейскую атмосферу что они этим приехали отдохнули уехали домой но они как бы у них осталось ощущение того что они побывали в европе с шикарное ограждение виллы шлосс вот это был центральный вход здесь такая вот плиточка даже имеется но сегодня это все закрыто конечно доставая здание отеля шлосс сверху можно видеть такие шикарные скульптурки с дамами опять же видите выискан на английском языке вот но тем не менее один раз жизни стоит попробовать приехать отдохнуть здание 1870 года постройки звездочный отель такая старинная дверь здесь есть для обуви числа и лестница по которой я спускался и и и подошли к заливу подошли к морю залив это финский откуда я родом а вот я вышел на побережье балтийского моря посмотрите это просто изумительный вид это шикарный вид будем оптимистичны ставьте лайки этому видео